Название этого видео говорит само за себя. Сегодня я отвечу на самые популярные вопросы по программе United for Ukraine. Это беспрецедентное предложение от Америки, которым воспользовалось уже 120 тысяч человек. Всегда было достаточно сложно получить визу в США. Многие мечтали, пробовали, но получалось далеко не у всех. Такая программа – это подарок на весь золото. И теперь многие, кому не удавалось получить желаемое, смогли это сделать и приехали жить за океан. Более того, если подойти к задаче с умом, продумать весь процесс наперед и сделать все правильно, можно остаться жить в Америке навсегда. Спасибо, что вы делитесь своим опытом в комментариях и задаете уточняющие вопросы. Таким образом вы помогаете нам понять, с какими проблемами вы сталкиваетесь в процессе эмиграции. А мы, в свою очередь, можем снять полезный контент. Напомню, что United for Ukraine – это программа для украинцев, которые находились в Украине до 11 февраля 2022 года. Программа позволяет получить право на въезд и проживание в Америке на срок до двух лет, а также работать в стране легально. А теперь переходим к вашим вопросам. Где найти спонсора? К сожалению, иммиграционная служба не отвечает на этот вопрос. Вы можете пользоваться любыми источниками. Знакомые, друзья, одноклассники, друзья друзей, фейсбук-группы, разные организации. То есть любое место, где вы сможете рассказать о себе и попросить о помощи. Но будьте аккуратны при общении и договоренностях с посторонними людьми, чтобы не попасть в неприятную ситуацию или на обман. Все-таки переезд на другой конец света, абсолютно доверившись в этом процессе незнакомцу, не самая лучшая идея. А если я не смогу найти спонсора, то я никак не смогу поехать в США? Спонсор на территории США – это одно из основных требований программы United for Ukraine. Поэтому подать документы на программу без наличия спонсора вы просто не сможете. Но в зависимости от цели вашей поездки, вы можете подавать документы на другую категорию визы. То есть U4U – это один из вариантов, но не единственный способ поездки в США на сегодняшний день. За какой период мне надо найти спонсора? Такого срока не существует. Вы можете подавать документы на программу до тех пор, пока не будет объявлено, что она закрыта. Когда запустили United for Ukraine, был анонсирован граничный лимит в 100 тысяч человек, которые могут приехать в страну по этой программе. В действительности же людей приехало больше, и на сегодняшний момент программа все еще работает. Может ли быть один спонсор для двух кейсов? Да, конечно. Он может спонсировать любое количество людей. Ограничений нет. Главное, чтобы у спонсора было достаточно официального дохода для спонсирования нескольких людей. Сколько времени я могу работать в США по этой программе? По приезду вы сможете работать без разрешения на работу в течение 90 дней. Далее вы сможете работать в течение всего срока действия гуманитарного пароля при наличии разрешения на работу, на которое нужно податься, и желательно сразу же после приезда. Подача на разрешение происходит онлайн, и приятный бонус. Граждане Украины освобождены от оплаты сбора за рассмотрение разрешения. Я могу уехать в Украину и вернуться через время в США? Нет. Гуманитарный пароль вы получаете один раз, во время первого пересечения границы. Поэтому, покидая территорию США, вы теряете свой статус. Конечно, можно подать документы на получение разрешения на повторный въезд, но мы бы не рекомендовали так рисковать. Принимайте решение взвешено, ведь Штаты могут расценивать поездки туда-сюда, как злоупотребление их предложенной помощью. Если у меня временная защита в одной из стран Европы, я могу поехать в США? Да, конечно. Наличие защиты в другой стране не является запретом на подачу документов на программу UniteInfo Ukraine. Если у меня был отказ в турвизе в США, я могу податься на программу? Да, можно подаваться. Наличие у вас туристической визы либо отказа в ней никак не влияет на подачу документов на программу U4U. Главное, чтобы вы выполняли требования программы и чтобы спонсор мог доказать наличие достаточного количества доходов. Нужна ли справка о несудимости для бенефициара по программе U4U? Нет. Официально этот документ не требуется. Мне 17 лет. Могу ли я поехать в США сам по этой программе? Нет. Несовершеннолетние дети могут поехать в США по программе U4U только в сопровождении родителей или других официальных опекунов. При этом обычно разрешение на въезд от родителей опекунством не считается. Нужно ли проходить собеседование? Для получения разрешения на въезд проходить интервью не нужно. Но во время пересечения границы с вами будет общаться офицер, который будет проверять, выполнили ли вы все условия программы. Могут задать вопросы по спонсору, к которому вы едете, а также проверить прививки. На сегодня все. Надеюсь, ответы были вам полезны. Но если процесс иммиграции дается вам непросто, одни вопросы бесконечно порождают другие, напишите нам, и наши миграционные юристы помогут вам во всем разобраться. Все контакты есть в описании к видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, чтобы не пропустить новое видео о визах и иммиграции в США. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!